Всем привет, ребята! Хочу показать вам то, что я купил позавчера с Викой, с Никитой, с Олей в Заре. Ну, то есть Вика мне помогла подобрать, так сказать. Модное слово капсулу, но это не капсула, а просто как-то... Лук, лук. Ну, лук, не лук, но... В общем, зимнюю куртку я купил. Хочу сказать цену сразу. Не теряли сознание. Цена на куртку 3,299. То есть для зимней куртки, это не то, что я купил на Рыбе Меху, Ери Кардене. Да, она хорошая, материал хороший. Ну, 17 тысячи сколько, есть разница. То ли вот эта куртка, сейчас вам... Ну, я хочу показать все вещи, потом примерим. Никита мне выбрал штаны, такие, какие он носит. Вот такие, они такие интересные. Мне кажется, что в этих штанах у всех будут кривые ноги. Типа ты так стоишь, типа... Ну, кажется тебе так. Ну, да, ну, Никита когда стоит, у меня такое впечатление, что у него ноги ровные. Я сильно не предъявлялся, но, по-моему, ничего. Вот этот классный такой цветерок телесного цвета, потому что у меня бляклая внешность. Мне нельзя сильно ярко, потому что я теряюсь на этом фоне. Вот такой вот Вика взбрала. Дальше вот такая шапочка, серенького помола такого. Тоже у Коли такая есть, черная, коричневая. Потом дальше, смотрите. Тоже Никита мне выбрал штаны, тоже такие, видишь, они как косолапые. Трошки как косолапые, да? Классные, да? Вот. Свет классный. Я сегодня надеваюсь, идут в театр, а вечером на день рождения к Никите. И вот, вот такая белая, это мне Вика выбрала. Такая толстухочка, типа вот, ну, нашел ее на базовую футболку. Свитшот. Ягодь нет, это не свитшот, свитшот с капюшоном. С капюшоном худи. А это свитшот. Так, ну, это все мои покупки. То есть, цены на штаны, сейчас я вам скажу, шапочка стоит 799 гривен. Штаны по 1299, и эти, и те, да, 299. Вот эта вот кофта, единственное, что нету, по-моему, ценника. Ну, тысяча чем-то одета она, не цвета. Тысяча, по-моему, она висела. Что-то такое, вот. Ну, вот, что я сказал. То есть, цены такие, вот эта беленькая, сколько? Сейчас я вам скажу, вот эта белая, ребята, 1299. Вот, ну, качество хорошее, тут, ну, получше. По вовна 47% полиэстер, 5%. И, как это вовни, что это 48%. Зовни 48% зовни какой-то, что это зовни, я не знаю. Так как ты будешь, что зовни, это снаружи. Нет, так зовни 48%, вовна 47%, полиэстер 5%. Ну, я ж не придумываю, на, он крупнее, он покажи, на. Зовни 48%, вовна и полиэстер. Не знаю, что такое зовни. Ну, я тоже не знаю. Что мне под это одеть? Я хочу сегодня одеть футболку и вот эту штуку. Под эту штуку мне что надо? Одеть, вот, может быть, вот такие штаны? Да, черты. У меня есть потом белые кроссовки. Сейчас я надену что-нибудь наряжусь. Наряжусь. У меня вот эти, кортираные. Кроссовки все стираю, ребята, стираю в этом. Стиралки, покажи. Вот кроссовки белые будут. Вот эти. Ну, можно и вот эти одеть. Мне, наверное, вот эти оденут. Может, джинсы одеть, может, черные. Да, сейчас я хочу поменять. Ну, вот, конечно, белая футболка должна быть. Ну, принятие мне пока белую футболку. Я просто хочу показать, ребята, как штаны носятся. Ну, подожди, дай застину. Букой на желтной помоске красный. Так, я хочу просто показать, как эти штаны сидят. Интересно, я никогда такие не носил. Ты эти будешь брать? Только надо вот это убрать. Но они не короткие на меня. Нет. Ну, так Никита носится, да? Ну, а сейчас так плавно носить штаны. Никита на 12 или на 11 лет меня младше. Ну, классно. Их отвернуть назад надо. Да, вот так. В общем, ребята, смотрите. Вот так это выглядит. Это размер, кстати, Никиты. Ну, что, красиво очень. Это размер Никиты. И вот, ты знаешь, они классно сидят. Вот они, вот не знаю, как-то вот, ну, не знаю, может, они там великоваты кому-то покажутся. Вот на ноге очень классно, комфортно они себя чувствуют. Широкие они, не зауженные такие. Да, таких у меня еще не было. В общем, вот такие эти. Дальше у меня идет. Сейчас. Я не теряюсь на белом фоне? Не. А ты попробуй сюда коричневое идёте. Ну, вот как-то белое. Да, попробуй коричневое. Вот теряюсь. Коричневое попробуй идёте. Не, не теряюсь, нормально. Просто тут надо немножко, ну, брови подвести, чтобы внешность не прякла. Ну, по крайней мере, это качественная вещь. Вот она хорошенькая такая. Сейчас, подожди. А что мне? Вот эту они. Шапку и курточку. Ну, попробуй коричневое идёте. Ну, сейчас, подожди. Я хочу сверху накинуть куртку. Показать куртку. Ребята, куртка обалденная. Ну, вот так тебе хорошо, да. Вот, вот так вот классно. Да, так тебе хорошо. Швы и сверху снимаешь. Вот. Она застёгивается. Классно, курточка в зале продаётся. Вещи из зала. Вот здесь такие карманы растёгиваются. И есть вот рядышком вторые карманы, которые ты руку засунул. То есть, и ничего не... Ну, не вот так, как я не люблю. Вот так. Тоже вот так отстегнёшь, тоже некрасиво, да, постоянно карманы отстёгнутые. А есть ещё вот эти карманы. Вот они классные. Наверное, сюда коричневую не надо будет тебе. Единственное, что мне не совсем нравится, это вот это вот... А его как-то там можно сзади не стягивать. Перетаска, если ты её отпущу... Нет... А, да, вот это ж оно, да. Да, это получается, ты попускаешь немножко, она сзади не такой. Наоборот, другую. Вот, да. Всё, и уже оно не стянут отзади. Уже не стянут, да? Ну так, то есть, есть какая-то перемычка небольшая. Сейчас я сделаю ещё получше. Думайте, как это вина углезайчик. Такой стиль. Да, уже нету, всё. И вот так она не подтянута. То есть, мне кажется, так очень даже прикольно. Да. Вот сейчас я сиененькую хочу прикинуть. Вот, и вот внешность у меня не теряется. Вот я согласен, что когда сильно яркая... Вот сейчас я не теряюсь на фоне кульки. И она такая делается... Теперь идёт коричневая. Такая рама, знаешь, она небольшая. Но она очень тёплая. Крова спущенные, три четверти. Вот. Вот такая. Ну что ты? Да, вот. И вот такие, и вот такие этот... И белые, белые кроссовки сюда. Тут уже классные кроссовки. Шесть тысяч. Шесть тысяч за кроссовочки. Так, сейчас я хочу проверить. Ну, это как бы белые, но я тебе скажу, что вот с белой футболкой базовой классно идёт вот эта вот... Вот эта вот фишка. Я, наверное, её одену, потому что я сегодня после спектуации буду в гриме, ну... Одевать белые, я испачкаю. Поэтому... Не домой, знаешь, это гриб. Поэтому я одену вот эту. И смотрите. Да, вот это тебе лучше сюда. Вот это? Да. Вообще прикольно. Да, это лучше. Шикарная вещь. Какой-то купишь сам. Так оно нормально. Ну, тут Олег сошёл. Там ещё пару человек высылала. Что при памяти. Всё остальное пока на мусорку можно было снести. О! Пожалуйста. Классно, классно. И внешность не теряется. Вот. И сейчас уже одену. Для полноты образа. Вот все мои покупки вышли там где-то 9 тысяч. Сейчас ещё шапочку одену. И шапка. Да, классно. Все шутки супер. Шапки нормально? Да. Шапку тебе не так надо носить. Вот так надо носить. Как я ношу. Вот так. О! Да, вот так. Вот так. Видишь, какой-то египетский есть. Не, так хорошо. Можешь так, но так ты слишком натягиваешь. Так можно? Можно так, да. Но лучше вот так. Фасолька. Не, мне кажется, вот так вот. Можно и так, да. Хочем вот такой лук. Такая, типа капсула. Ну, зимняя куртка. Вот я сейчас её одену. Одевай, конечно. Потому что реально, в то я хожу уже как суток. У меня даже, ну, у меня что-то гидронефроз этих, ну, есть не был тогда. Вот штаны классные. Штаны обалденные. Смотри, как классно они сели вообще, да? Их цвет очень классный штаны. И мои ноги красивые. Да, они ноги показывают. Видишь, что они... Отчёркивают. Да. И мне нравится, что тут она стягивает, что ничего не торчит. Вот оно классно. Вот как одеваешь штаны, то что-то дешёвое. Вот тут вот классно, как-то он так прижимает всё. Ещё обалдел. Томатик. Томатик, зяники. Хозяин красивый, а ты? Это я. Это я, зайчик. Это мой красивый. Ты красивый, конечно. А потом я. Ты на первом месте? Нет. На первом месте мама. Потом ты. Потом Эдик. А я здесь там. Ну, ты самый красивый. Ты и мой сам тоже. Тебе естественная красота, зайчик. Тебе не надо. Не я как капсула. Тебе отправила. Ты капсула. Красиво, красиво. Красиво, красиво. Всё, бежи. Бежи. Ну, по-моему, прикольно. Так же можно какие-то в одиночке? Ну, конечно. Очень красиво. Мне вообще штаны и нравится. Никита такие носит. Теперь я буду выглядеть так. Всё. Спасибо. Спасибо всем за внимание. Спасибо Коле за съёмку. Скажут, Коля, теперь я как извозчик. Уже всё. Больше не буду извозчиком. Скоро сам Вел будет. Ну, что ж. Теперь он будет его снимать. Красиво эта штука. Спасибо. Мейтен Чила. И курточка неплохая. Ну, и настрай. Ну, ребята, и цена трещинка. То есть, цена для куртки и тёплой. Три, двести, три-триста, это нормально. Это нормально. Для наших ценок. Что, пойдёшь для... Вчера он куртка больницы осталась. Какая куртка? А? Какая куртка будет? Ну, в плане цен. На всё, на то, на то, на то, на то. Это ещё на конец. Это у меня, кстати, есть классные кроссовки. Вот эти вот. Это тоже зароски. Вот. Это Коля был у меня, выбрал кроссовки. Тоже классные. Они под те джинсы. Под чёрные, да? Вот. У меня есть ещё, понимаете. Под те джинсы и под другой верх. Под базовый цвет. Вот. Потом у меня тут ещё... У меня много очень кроссовок. Очень много. Потом вот Олексы классные. Кроссовки у меня. Уже они тут стоят. Тоже классненькие такие. Ну, это как немножко, ну... Сюда они не идут. Это спорт. Ну, вот сюда пойдут, кстати. Почему нет? Сюда пойдут. Вот сюда, кстати, они очень даже идут, только не под другой цвет. Очень классно. И вот эта обувь перекликается с цветом вот здесь. Не завидуй. Поссоришься с Олексой? Не завидуй. Поэтому и не кажутся, что они подходят. Олекс, ты чула? Какие сучонок. Так, всё. Спасибо, Коля. Включайте камеру. Мне надо спектакль. Сейчас еду на Коляной машине. Сам на спектакль. Я укол-то безделаю, не надо. А вечером пыть, не надо? А вечером будешь пыть, если будет болеть. Но укол раз в день. Три-пять дней, я тебе на пять дней взял укол, и всё. Уколы проходят, будешь мучаться. Всё, больше пяти дней нельзя. Поняла. Самой у Катан чашка злодой сюда поставь. И ложку, чипынку займите. Да-да, я потом покушаю. Воду пыть хорошо. Спасибо. Вот тоже пыть хорошо. Вы же, я расстрою и писять. Ничего, вставай и писять. Больно. Ничего не больно. Ого. Ого. Ох, пить хвоста-то видать. Питерска. Что ты хозяек своей хоронишь? Видовец, чёрный видовец. А? Мамка будешь жить. И ты знаешь будешь жить. Тебе не надо никого. Я тебя всё равно не брошу, зайчик. Не-не-не-не. Не-не-не, ты мой. Ты мой. Мой. Мой красивый. Той раз, наверное, как-то оно лучше подошло. Видите, что я уже соду добавлял. Сегодня разрыхлитель. Странно. Той раз лучше подошло. Мам, давай вперёд на укол. Давай, разворот на 180. Давай, давай, давай. Можешь, не можешь. Можешь, давай. Если я могла, я терпела. Сейчас уже не могу. Ну, мама, что я сделаю? Давай. Ничего. Ты не терпишь. Не терпи. А как мне? Помирай. Ну, помирай. Что если? Ну, хорошо. Помирай. Вот так жить я не хочу. А это? Воно не даёт жить. Воно не даёт жить. Ну, так меньше будешь дивиться. Ни котарошечка. Читлах-матлах весь. Ни котарошечка. Досиділася с ютубом своим? Та який ютуб. Та який, а такий. А такий. Куда тебе казали ночью спать надо. Ты не спала. Я уже пробовала. Я гала. Ага. Если 10 часов дня, то ночью водима. Да, да, да. Я тут первого сыпаюсь. И до утра я стою, ест и варю все. Сказал врач Декстальгридов. Понимаешь? Что делать? Раз в день внутримышечно. Хочется, если ты. Три-пять дней. Ай, ты нахомуха. Открыл, ну, сам себя поранив. Кровушка, муровушка. Два миллиграмма. Шипучка врача, ровно, надо пить шипучку. Мам, побачиш, я кукол подействую. Господи, помилуй. Тут своя кровь. Ты че, тисяча. Ты дожди, дай я жопу за 4 часа. Любой того крови. Да я бачу, что дали кровь. Ты привыся, сейчас не думаешь. Все. Вот так вони открываются, падли. Да я ж не специалист. Так, открывай. Так, ты дожди, дай я жопу твою. На 4 части раздебить. Да, да. Сюда? Угу. Сюда кудес? Та я не знаю. Все. Все. Ну, руку, 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 дивайся. Я бачу, что кровяка течет. Это ж так. Вроде не чувствую. Дожди. Все, поправляй труцы. Угу. И внизу. Сейчас, за меня не дахтите, пожалуйста. Помилую, спасибо всем. Заразу, уколов, розламывав. Ампулку не было взять, чи... Угу. Оце, то, оце, ой штучки нема. А це не кит до мене вилез? Де? Оно в кровати не лезет? Нема. Не. Да. Видишь, уже галюцинации? Нет, так вроде кто-то... Тепло пішло. Нет. Поди, куда-то здесь нема, мам, не бачу. Усика не бачу. Ягорь, расчеши сьогодні. Мам, мне сейчас надо ехать домой. У меня не спектакль на шесть часов. Мне надо привести себе в порядок. Ну ладно, завсю. Я расчешусь сьогодні. Сейчас пройди. Угу. 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 Господи, хотя бы трошку. Чтобы оно не болело хоть в первые дни. Может, тогда будет легче. Ну, ну, можно легче быть. Оно ж хуже то не делается. Если там никакого процесса не идет, я не знаю, такого, який невозможно остановить. Я ж не знаю. Вот сразу, где оно взялось. Ну а где? На пустом месте. На пустом месте. Да. Где взялось? Там своих болячок. Да, и где кров не остановится. Все вообще всю сторону. Зараза. И болит, не чихнуть, не нахилиться, не встать, не подняться. Ой, не кашлянуть, не икнуть, ничого. Не дай, не дай. Что это за тряпка? Чтобы все провести было. Что это за тряпка? Это не прокладки хочешь? Не знаю. Это не прокладка твоя? Не, не знаю. Прокладка в другой стороне, совсем не в этой кладке. Ну, что это за полоска бинта? Что это за прокладка? Это не мною. Что она никакая. Сейчас пройде. А что ж из сердца дает зараз? Вот такая боль под грудь и в ней стены. Кромах в поребрах. О! Вот так. Ой, замыкает. Ой, все ж лучше, что то капает. Ой, спиди камней. Не одни, так другие. Ничего не делай, даже если пройдет боль, ты не пытайся там нагинаться. Не, я ничего не собираюсь. Я не кумлю звоню, мне не прозвонят, прозвонят и все. Надька езжи на большинство. Скину это лако, я не хочу. Иручка звонит и все. Я тоже каждый день. Ира хочет приехать, а я говорю, куда ехать? Еще не вкусно, ни запаха нет. Коронавирус еще не прошел в ней. Та не, у нее же нема, она сдавала уже повторно. Ну запаха нема, ничего нема. Ага. Я говорю, та не дай Бог. Тут больница поехала, рискованно. Еще мне коронавирусом заболеть, ты что? Это уже капец. Это уже будет последняя точка моей жизни. А кто его знает? Знаешь, вот мне знакомая врач сказала, что те, кто принимали химию, коронавирус отлетает только так. Отлетает? Ага. А я до хрена принимала. Ну, так каже. И каже, что у кого спит, каже вот так вот, мы заметили, что у кого спит, тоже не берет этот вирус. Ох. Пятнадцать-двадцать минут. Ну вот засечи, часы он стоять. Еще будет уже три часа. Три там, начало четвертого, якраз пройде двадцать минут. Ну вот пять четвертого. А я думаю, может я нарушила эти, как они называются, ребра совместила или чёрти за жалоби. Думаю, что такая воля ребра и всё. Хорошо, целую книжку. Хибо можно тут что понять? Можно. Да ну его нахито. Зачем вот это сколько писать? Делать им нечего. Какая доза и для чего оно помогает. И всё. Детям, взрослым, кому что. Нам не вот это, целую книжку. Так, всё ребята. Он уже готов. Сейчас его вытяну. Сейчас мне сын дала. Сейчас потаплю сюда. Вот смотрите какой классный подошёл. Я что-то думал, что не подойдёт. А он подошёл. Спасибо тебе, что ты мне сделал. Вот так красивенько получилось. Вот красиво, смотрите. Да не надо резать, ты сама порежешь. Смотрите какой красавец получился. Очень вкусно и попробуйте. Я думаю, что многим понравится. Вот такой, ребятки, корочка. Переворачивать его не надо. Его надо... Потом он отойдёт. Потом можно на досточку и опять на блюдо перевернуть. Это верх красивее, чем... И там сырная корочка. Очень классный пирог. Уколов. Каже, что укол не помогает. Что, каже, болит и всё. Не приходит. Укол он заснул. Хай спить. Я свет отключу сейчас иду на спектакль. Еще домой зайду. Ой, блин. Хай спить. Сейчас не отдыхаю от боли. Мам, я пойду. Я пойду, ты лежи. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Значит, порежусь. Да не надо его режать. Он мягенький. Чего его резать? Не надо. Конечно. Он стоит. Давай. Я уже сегодня не прийду. Спасибо себе. Давай отдыхай. Поспи. Удачи тебе. Поспи хорошо. Давай. Висыпайся. Висыпайся. Давай. Давай. Висыпайся.